0,5, тогда получается, что европейцы с такими-то характеристиками для них прогнозируемое значение не участие, поскольку меньше 0,5. Для этих тоже меньше 0,5. Поэтому тоже не участие в профсоюзе. Для этих больше 0,5, следовательно, участие в профсоюзе. И, наконец, для контрольной группы, опять же, меньше 0,5, следовательно, не участие в профсоюзе. Таким образом, мы прошли все этапы интерпретации итоговой модели. Вспомним, что логистическая регрессия предполагает два этапа, и мы оба их прошли, а именно мы оценили и вероятности, и затем предсказали одно из двух значений зависимой переменной в зависимости от вероятностей. Подводя промежуточный итог, коротко перечислим все шаги по интерпретации итоговой модели. Сначала мы проинтерпретировали контрольную группу и оценили баланс между P1 и P0 для контрольной группы. Затем посмотрели, как тот или иной предиктор сдвигает баланс между P1 и P0 в одну или в другую сторону. С плюсом предикторы сдвигают в пользу P1, с минусом сдвигают в пользу P0. Посмотрели на наличие мультиклинеарных предикторов и проинтерпретировали их совместно. Рассмотрели баланс между P1 и P0 для произвольно взятых значений предикторов. Также попросили компьютер рассчитать прогнозируемые вероятности для тех респондентов, которые имеются в базе. Нашли тех респондентов, для которых очень высокая вероятность участия в профсоюзе, хотя могли бы рассмотреть и тех, у кого очень низкая вероятность участия. И, наконец, руководствуясь значением cutoff равным 0,5, мы приписали каждому из сочетаний, которые мы рассмотрели, сочетания значений предикторов, приписали предсказанное, прогнозируемое значение зависимой переменной. Больше 0,5, значит P1. P1 больше 0,5, значит Y1. P1 меньше 0,5, значит Y0. Это тащилпол. Продолжение следует... Продолжение следует...